В 14.40 напротив ресторана Сан-Рему прозвучали выстрелы. Жертвами нападения стали граждане Абхазии и жители Гудаутского района. Астамур Шамба от полученных ранений скончался на месте. Ему было 38 лет. Алхаз Авецба с тяжелыми ранениями был доставлен в Сухумскую городскую больницу, но скончался на операционном столе. Ему тоже было 38 лет. Еще один пострадавший, Рустам Шамба, с ранениями в руку был доставлен в республиканскую больницу, где также был срочно прооперирован. К нам поступил, одного привезли Шамба, Рустам. Ну, состояние стабильное, угрожающее для жизни нет. Агнестральные пудовые ранения, конечно, сейчас ребята занимаются оперировать. Случайной жертвой стрельбы стала сотрудница кафе Доминика Акертава, которая обслуживала стол пострадавших. С тяжелыми ранениями она также была доставлена в Сухумскую городскую больницу, где ей провели срочную операцию. В данный момент девушка в коме переведена в отделение нейрохирургии республиканской больницы. Спустя час после происшествия в администрации президента состоялось экстренное заседание Совета безопасности. Глава государства потребовала от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами республики Абхазия. По данным пресс-службы МВД, трое неизвестных в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан Рэмо». Помимо уже названных четверых пострадавших, еще двое мужчин получили ранения. Один в руку, другой в спину. Им оказана медицинская помощь. Угрозы жизни нет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль, на котором скрылись преступники, был обнаружен горящим в районе депо. Некоторое время спустя в сети появились фотографии сгоревшей светлой иномарки. На них также видны четыре автомата, из которых предположительно производилась стрельба. Мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.